Я вот когда приходила в Куфу, я скорее хотела дальше идти переводчиком или что-то языковое, а именно стремление стать преподавателем у меня появилось уже по ходу обучения здесь. Перспектива повышения квалификации за границей всегда привлекала талантливых студентов, которые хотят стать специалистами в своей сфере. Так, для подготовки квалифицированных китаистов и преподавателей китайского языка Центр международных языковых обменов и сотрудничества Министерства образования КНР учредил стипендию международного преподавателя китайского языка. Этот образовательный грант совсем недавно получила студентка Казанского федерального университета Яна Ли. Еще до поступления в высшее учебное заведение она знала о возможности обучения в Китае. В подобной программе когда-то удалось поучаствовать ее старшей сестре. Спустя длительное время ожидания результатов тяжелого отборочного этапа девушке наконец пришло письмо о получении стипендии. У КФУ есть очень много соглашений с вузами других стран, поэтому я так прочекала, где что есть, и грант международного преподавателя китайского был вообще идеальный. Там и стипендия, и общежитие, и страховка. К тому же повышение квалификации, потому что я ведь на данный момент работаю преподавателем, и после года там я устану не просто преподавателю китайского, а международного уровня. Поэтому весь год я собирала документы, подавала заявления, сдавала экзамен, чтобы выиграть этот грант. Процесс отбора проходил в несколько этапов, на каждом из которых претенденты на получение гранта должны были показать свой уровень владения китайским языком, а также раскрыть свой творческий потенциал. Сразу после сдачи международного экзамена по китайскому языку студентам необходимо было написать мотивационное письмо и записать видео о себе и планах на будущее. Последний этап – это отбор на уровне канцелярии Международного совета китайского языка. Со всеми этапами девушка смогла успешно справиться и уже начать строить планы на будущее, ведь главная мечта студентки – открыть свою школу изучения китайского языка в России. Именно обучение в Китае сможет дать ей необходимый опыт и мотивацию для реализации своей цели. Всех своих знакомых китайцев уже расспросила и уже достала с этими вопросами. Своё письмо я отправляла всем знакомым, чтобы они проверяли, нормально или нет. А видео у меня уже, я даже помню, около 60 дублей у меня ушло, чтобы снять это видео. Сама стипендия включает в себя курс повышения квалификации, который будет длиться год обучения и стажировку в Хунаньском педагогическом университете города Чанша. Также сюда входит проживание в общежитии, медицинское страхование и выплата денежного пособия в размере 2,5 тысяч юаней в месяц. Таким образом, студенты могут получать образование в комфортных для себя условиях и не переживать о финансовых проблемах, полностью отдавая себя обучению. Дарина Кудренова, Маргарита Михайлова, Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов, Универ Ньюз.